Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Прием КФУ-2016». Меня зовут Адилья Валеева. Сегодня у нас в гостях директор Института фундаментальной медицины и биологии Киасов Андрей Павлович. Здравствуйте! Здравствуйте, Адилья! Расскажите, пожалуйста, о преимуществах вашего института. Ну, Адилья, вот слово «преимущество» на самом деле я не очень понимаю. То есть, если вы хотите сказать, чем мы отличаемся от других институтов КФУ? От других институтов именно вашей отрасли? Нашей отрасли. Но тогда я могу сказать, что наш институт, во-первых, это полиинститут, потому что, например, у нас ведется подготовка врачей и у нас ведется подготовка биологов. Поэтому, если говорить вот об этих двух блоках, то первый блок. Но на самом деле мы одни из лучших при подготовке биологов. Почему? Потому что у нас создана мощная материально-техническая база, у нас есть открытые лаборатории, где студенты работают. У нас есть прекрасные базы. Это базы и на Белом море, я имею в виду базы производственной практики. Это первый блок. Второй блок, более того, я даже всех приглашаю, абитуриентов, всех и даже тех, кто не собирается поступать, придите, посмотрите зоологический музей. Это уникальный музей, каких просто в мире, может быть, немного. Второй блок, это тот блок, который медицинский. И здесь надо сказать то, что мы пошли не по стандартному пути. Дело в том, что в настоящий момент медицина, она биологизировалась. То есть сейчас в медицину входит очень много технологий и очень много всевозможных даже новых лекарственных средств, которые созданы не просто подсматривание, как аспирин, так сказать, над природой. Вот они, это на основе всевозможных биологических механизмов взаимодействия. То есть это моноклональные антитела и все. Соответственно, понимание у врача всех фундаментальных основ биологии, оно должно быть в первую очередь. Именно поэтому, когда мы называли институт, мы его назвали институт фундаментальной медицины, то есть хорошие даем фундаментальные знания, такие же, как на уровне у биологов. А потом уже мы даем еще и непосредственную связь с клиникой, так сказать, то есть работаем с клиникой. По инфраструктуре, ну, наверное, я могу сказать, что и в биологическом, что и в медицинском направлении, мы уникальны еще и по другой причине. Мы практически единственные, кто имеет свою клинику. Я имею в виду Казанский федеральный университет. То есть не клинические базы, где могут располагаться какие-то кафедры, и студенты ходят и занимаются. Вот у нас своя университетская клиника. Это огромная многопрофильная больница на 840 коек. Она располагается прямо рядом с нашим кампусом. У нас, безусловно, так сказать, немножко другая программа подготовки, например, врачей. Эта программа подготовки связана с тем, измененная, она сделана по международным стандартам. А мы ее смогли сделать по одной простой причине, что мы, являясь федеральным университетом, по закону образования, мы имеем право разрабатывать свои федеральные образовательные стандарты. И, например, у нас каждый студент-медик обязан выполнить курсовую работу научную, то есть чего нет в других вузах. Более того, для этого все условия созданы. Кроме того, мы обладаем уникальным симуляционным центром. И до того, как подойти к больному, у нас отрабатываются все самые мелкие мануальные навыки. Просто отрабатываются. У каждого студента есть свое видеопортфолио, которое он может потом показать работодателю, что же он имеет ни на словах, ни на бумаге, где просто написано. Будут ли создаваться новые направления в 2016 году и какие? А насчет новых направлений. Только в рамках магистратуры в этой ситуации, безусловно, магистратуры для биологов, здесь будут гибридные программы, которые мы планируем сделать вместе с IT, вместе с физиками, вместе с химиками. Что же касается медиков, то пока у нас ведется так называемая додипломная подготовка, но уже сейчас подготовлен пакет документов, который для лицензирования программ ординатуры. То есть уже будет обучение в ординатуре. Я поэтому, так сказать, вот если говорить про новые программы, то для набора 2016 года это не касается, потому что, когда мы говорим про набор в 2016 году, мы набираем в специалитет на медицинские специальности, мы набираем в бакалавриат и магистратуру на биологические специальности. Причем магистратура по биологии одна у нас есть, сетевая, то есть с другими по физиологии, с другими федеральными университетами. А есть ли изменения в приеме 2016 года? Как мне кажется, больших изменений нет, если говорить по правилам приема. С 2015 года хорошее изменение, которое перешло, я помню, позапрошлый год, когда вот эти три волны непонятные, перебросы документов туда-сюда, все в панике, я имею в виду, все вузы не понимали, кто-то в нарушении правил сразу же зачистил всех, так сказать, на свой страх и риск. Сейчас вы понимаете, что в первую волну 1 августа 80% уже будет подавших заявление и оригиналы зачисляться, а потом уже добираться оставшиеся 20%. Это хорошее правило, оно сохранилось. А если говорить о том, что у нас есть по сравнению с прошлым годом, то, безусловно, у нас увеличилось немножко количество мест бакалавриата и магистратуру по биологии. Бюджетных вы имеете? Бюджетных, да. И с этого года у нас есть бюджетные места и на медицинские специальности. То есть 16 мест на лечебное дело, 10 на стоматологию, 25 на медицинскую биохимию, 10 на медицинскую кибернетику и 10 на медицинскую биофизику. По всем этим специальностям в дипломах написано врач. А дальше потом врач лечебное тело, врач-стоматолог, врач-биохимик, врач-кибернетик, врач-биофизик. Спасибо за интервью, Андрей Павлович. Желаем вам успешных и талантливых студентов. Надеюсь, спасибо тебе за беседу. Ну и, конечно, я бы хотел обратиться к абитуриентам, кто собирается поступать в Казанский федеральный университет. Не бойтесь. Учиться у нас, конечно, очень сложно. То есть, наверное, это одно из отличий еще наше. И такое, я бы сказал, главное отличие, что требования большие, потому что созданы и прекрасные условия для образования. Но если вы верите в свои силы, если у вас есть желание стать специалистом-биологом либо хорошим врачом, то, безусловно, выбор за вами, вы должны приходить сюда. Спасибо. Успехов. На этом наша программа подошла к концу. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова